Как только я зашел на сервер, я увидел шикарное место, где можно было реализовать мой гениальный план. Оставалось до него только добежать, но на моем пути постоянно встречались бомжики, которые меня хотели убить. Combat%s.0, you bitch. АААААААААААА На самом деле, я был дружелюбным и даже решил его поднять, но прежде я забрал все, чем он мог бы меня убить. I'm a friendly boy. I'm just gonna kill you again. Яс, яс, вы can try. О, ты астфоль, ты вы joints. Но, по всей видимости, такой расклад ему не понравился. И вот, спустя еще некоторое время, я оказался на той самой речке, где хотел построить свой первый домик. Но тут меня ждал сюрприз. Челик с пушкой. Я до последнего верил, что этот парень бежит меня поднимать. До этого момента. И именно в этот же момент я понял, что я хочу здесь жить. И пока бомжики воевали друг с другом, я умудрился утащить железный топор. Я пособирал грибочки, пофармил немного дерева, ведь мне нужно было скрафтить копье. И побежал искать фермеров. И, наконец, я смог позволить скрафтить себе лук. Оставалось его только реализовать. На! О, ревик! А второй где? Нормально. Да, лута почти в каждом бомже было очень много. До того самого места мне было бежать довольно далеко. Но мне повезло, я нашел шар. У меня есть топка. А тут есть шар. Что означает правильно, что я сейчас долечу до аутпоста? И так как на сервере был огромнейший онлайн, 500 человек, убить меня пытались абсолютно везде. Даже в воздухе. Сак пинес! Я пожелал вам удачи и, наконец-то, добрался до мирного города. Довольно оживенько тут возле аутпоста. Лишь бы меня сейчас кабан какой-то не захомячил. Отлично. Я добрался до пункта назначения. И вот знаете, иногда по счастливой случайности ты обретаешь одно интересное знакомство. И это знакомство ждало меня в мирном городе. Браво, браво! Лучше, лучше. Я приболел, извиняюсь. Ну, ты талантище. Конечно же, мимо такого интересного персонажа пройти мимо я не мог. И решил помочь ему развиться на этом суровом сервере. Предлагаю объединить усилия. Да? Сделать сцену, хочешь сказать, и прямо в этом играть? Да, да. Это хорошая идея. Я готов помочь реализовать твои планы. Попутно я изучил револьвер, поднял немного скрапа. Хорош! И был готов отстраивать наш первый домик. Зайди в дом. А пока я строю домик, я хотел бы вам напомнить, что вы можете поставить лайк и написать комментарий. Ваша поддержка сейчас очень сильно важна. И думаю, что этот ролик заслуживает как минимум 40 тысяч лайков. Бич-пакет и... Владовед. Ха-ха, звучит интересно. Я бы, знаешь, что сделал? Первым делом я там слышал взрывы. Пойдем просто глянем чисто одним глазком. Мало ли что-то получится отжать. Рейдили совсем недалеко от нас, и мы были просто обязаны туда сходить. Ведь нам нужно было оружие. Мы ждали рейдеров, но так на улицу никто и не вышел. И чтобы не терять время зря, мы пошли лутать заправку, которая стояла возле нас. Дурик. Потихоньку в наших ящиках заканчивалось место. Но у нас по-прежнему не было хорошего оружия. Факинг идиот. Поэтому я бегал и месил абсолютно всех моих соседей. Так, что нам нужно? Во-первых, нам нужно ткани надыбать где-то. И во-вторых, надо уже немного дом укреплять, потому что эти бомжи задолпали. Я, походу, знаю, где они теперь живут. Но я не везунчик. В нашей общаге каждый занимался своими делами. Владовец стоял в мирном городе и пел песни за вознаграждение. Бичпакет бегал и фармил ресурсы, а я пытался найти оружие. Продолжая поиски фермеров, которые бегают с пушкой, я наконец-то услышал выстрелы. О, наконец-то война. Блин, чувак, мне твоя берданка очень сильно сейчас понадобится. Конечно же, отпускать его я не собирался. Я решил проследить за ним и забрать его берданочку. Лежать. И это действительно был какой-то фермер. Я сорвал куш. Оставалось всего лишь самое сложное, донести эти ресурсы до дома. Ты нормальный? Вот это пацан поформил. Владовец, что там? Как дела? Пойдет, пойдет. Погнали до дома. Я тебе кое-что покажу. А тем временем, наш сосед, который жил вот в этом домике, постоянно приходил к нам под дом. Слушай, бич-пакет, иди полутай типа, который возле дома умер. Давай песню о строительстве дома. Чисто фристайл какой-нибудь. Ой. Вот забит последний глость. А мы все в бомжах. Вон бич-пакет что-то на корячке упал. Подыми его. И угадайте, кто же убил нашего бич-пакета? Правильно. Сосед-дуркемпер. Сосед-дуркемпер. Все, домой. Наказан. Твой дружок дарит тебе импфу и ты выходишь, а? Наказан, наказан. Да, и у нашего соседа в этот момент немножечко пригорело. Мать твою. Ногя. Я тоже решил наведаться к моему соседу в гости. И посмотреть, как у него устроен домик. А как? Оказалось, что это была ловушка. А еще я в этот момент заметил, что это был тот самый челик, который меня убил на старте. Нифига тебе растянуло. У меня получилось разбайтить у них гантрапы, и не знаю зачем, он закрыл люк, и я смог пробежать к ним внутрь. Жалко, я не умею взрывку крафтить. Я сидел у них в доме, они продолжали меня оскорблять, но мне было все равно весело, ведь я не давал им спокойно поиграть. А еще у меня был экскраб, который я мог потратить на изучение. Ребята, я тут ваш скраб немного потратил, вы не против? Не-не-не, не ваш скраб, не ваш дом. Вообще ничего нет, да, вашего? И в этот момент началась какая-то лютая дичь. Ха-ха-ха. Да, конечно. Не смотря на то, что ты отсюда не выберешься. Да, ну и ладно. Знаешь, как приятно дипать лохов, которые ловушки ставят, ты не представляешь. Это одно из самых приятных чувств. Very beautiful trap base. Very beautiful. Я вам сейчас тут ремонт сделаю. Небольшой. Вы не против? Они очень много раз пытались меня спрыгивать и убивать. Звали всех своих друзей, которые могли прийти помочь. И наконец-то у них это получилось сделать. Они меня убили. Но я не терял надежду, взял пайпуху и вернулся к этому домику. Как там было? Help me, help me. Oh, help me. People are camping outside right now. Don't open the... Going deep. Going deep. Going deep. Again. Oh, shit. Oh, shit. Ха-ха-ха. You're so bad, man. О, чувак. Что это такое? Не знаю как, но у меня получилось их дипнуть второй раз. У меня появилась идея спрятаться в самом дальнем углу, чтобы они подумали, что меня здесь нет. Мне нужно было, чтобы они открыли гаражку к шкафу. Откуда у него ревик вообще? О, my God. You know, we could be friends, man. Mr. Quest, we could be friends, man. Just stop, Mr. Quest, just stop. О, I push your ass, brother. Я продолбил стеночку, но выхода, к сожалению, здесь я не нашел. И мне не оставалось ничего, кроме как ждать, что они откроют мне двери сами, ведь ресурсов, чтобы выдолбиться, у меня просто не было. Я пытался выдолбить еще одну стенку, но, к сожалению, они додумались поставить снаружи еще. И, наконец-то, спустя три часа реального времени, у них получилось меня убить. Но расстраиваться смысла не было, так как я получил информацию о их доме. После того, как наши соседи немного подутихли, я взял с собой берданку и побежал искать фермеров, ведь мне нужен был скраб. И наткнулся на один необычный домик, в котором сидел Руф Кемпер. Факин Руф Кемпер идет. А еще я понял, что мне срочно нужна лестница, чтобы залезть к нему на крышу. А проще всего нафармить скраб было возле моего дома. Ведь здесь было огромное количество бомжей, которые лутали бочки. Бежать. И вот, наконец, зашел тот самый сосед, которого я дипал. Этот сосед, он просто никогда в покое меня не оставит, да? У него столько лута, там, я не знаю, оружия, там все есть, а он бегает с копьем. Конь, какие у нас с тобой планы? У нас планы выбить патроны какие-то и, наконец-то, поставить второй верстак. Слева типа. Так, я могу? Что я могу сделать? Лестницу наконец-то изучить. Все. Мне больше ничего не надо. Теперь я могу спокойно пойти, залезть к нему на крышу, к тому типу. И знаете, мой домик был магнитом для фармеров. Я не знаю, почему они все пытались подсидеть меня под домом. О-о-о! Кто-то домик шел строить. А кто-то дерево хотел пофармить. Да, я хотел дерево пофармить. И такой фарм ресурсов меня очень даже устраивал. И, наконец, скрафтив лестницы, мы с Владоведом побежали к тому самому домику, где сидел Руф Кемпер. О, нифига. Так я могу... я могу продырявить этот дом. Судя по всему, этот Руф Кемпер где-то бегал и фармил ресурсы. И это был мой шанс. Шанс сделать ему небольшой ремонт. А, так центровина у него пустая, я точно помню. О! О! Чего это нафиг такое? И мне действительно повезло, ведь в его доме я нашел инструменты, которыми я мог выдолбить деревянные стенки. Тем временем, Владовед все еще пытался забраться на этот дом. Ха-ха-ха! Ха-ха, что тут происходит? Давай! Ха-ха-ха! О, хорош! Теперь смотри, иди за мной. И мы вдвоем начали бурить каждую стеночку, которая могла привести нас к Луту. В этот момент я даже почувствовал себя каким-то термитом. Шик! То, что надо. А шкаф пустой, в смысле? И пока мы долбили очередную стенку, вернулись хозяева дома. Да уж. Я думаю, эти ребята точно не ожидали увидеть в своем доме двух тараканов. К нам гости шли. Убил его. Еще одного убил. Ты можешь полутать их, в принципе, слышишь? Левее. Оружие рядом. Второе валяется в кустах, смотри. Я убивал всех, кто подходил к этому домику. А Владовед выступал в роли лутателя. И так как аутпост был совсем неподалеку от нас, мы забежали, чтобы переработать честно наворованные компоненты. И все шло у нас довольно неплохо, за исключением того, что у нас просто не было места в ящиках. Не, нам нужен новый дом, потому что это хитня какая-то. Ну а чтобы отстроить новый домик, нам нужно было подформить немножечко ресурсов, которых возле нас не было, от слова совсем. Поехали. Постучим камушки. Да и надо будет где-то в другом месте отстроиться, где будут много бомжей. Пофармить нас не отпускали наши соседи, которые сидели у нас под домом. Чуть-чуть. Не, сиди, сиди, сиди. Я пытался их забайтить, чтобы они запрыгнули ко мне, но прыгать они не собирались, поэтому я решил действовать сам. Выпрыгни, выпрыгни, выпрыгни. Они прибегали к нам снова и снова в надежде забрать свой лут, но это им не помогло. Ну вот. Изи лут. Легчайшие. Ха-ха. А, бежит с двушкой. Бежит с двушкой соседушка. Сейчас, сделаю вид, что я не смотрю на него. Ууууф. Комба 10-0, бич. Ха-ха-ха. Мы бегали и искали ресурсы и наткнулись на одну интересную территорию, где плавили большие печки, И естественно я захотел туда залезть. Бежим. Бери коня, уходи. На, скраб тебе. Вот этот забери. И уходи. Владовед поехал домой, а я решил попытаться залутать их печки. И я до сих пор не понимаю, как меня убило турель сквозь текстуру. Через печку? Что? И наконец мы побежали фармить камушки, ведь нам нужен был новый домик, так как места у нас абсолютно не было. О, мой бог, значит, спасибо за фарм. Лутай его. Долутывай. И побежали отсюда. У меня лучший инвентарь. Пока мы добывали камень, сосед выдолбливал наши стеночки и пытался разбайтить гантрап. Нас, по-моему, подрейгили чуть-чуть. А, этот клоун просто стенку разбил. Чувак, какой ты неудачник, просто жесть. Мне тебя жалко уже. You fucking loser. Домик наш я восстановил. И у нас еще осталось немного камня, чтобы отстроить новую просторную базу. Ведь жить в этой было довольно неудобно. Да и сосед уже немножечко поднадоел. Я хотел отстроить тот самый легендарный отель на воде. И для этого нашел самое подходящее место, которое было совсем недалеко от нас. Я пока еще не спланировал как. Но пока... Как, наверное. После чего мы перенесли абсолютно все наши ресурсы. А в старом домике я оставил записку на случай, если нас зарейдят. И, наконец, мы поставили второй верстак. Так и закончился мой первый день выживания на этом сервере. Зайдя на следующий день, я увидел то, что нас никто не зарейдил. А еще прям над нашим новым домиком появился тип, который постоянно сидел на крыше и стрелял по всем бомжикам. Понял, у меня появились отличные соседи. У нас вот классные соседи появились, да, которые с крыши стреляют постоянно. Да, и они стреляют и с соседом, вот с этим напротив я воюю. Владовед мне поведал историю о том, как ему было тяжело выживать на этом сервере. И как он воевал с нашими соседями. С этим нужно было срочно что-то делать. Но у нас по-прежнему не было изучений. Я взял с собой лестницу и оружие и побежал пойти типа, который стрелял по нам с крыши. Мне кажется, нифига они мне не дадут построить тут отель на воде. Там их два, два. Один ревик. И как оказалось после, сосед у нас был злостный руфкемпер, который постоянно сидел на крыше. И вы просто не представляете, насколько же сильно меня это вымораживало. Чтобы изучить взрывчатку, нам нужен был скраб. Много скраба. Поэтому пока наши соседи сидели на крыше, я занимался полезными делами и лутал сферу. Зато я нашел, где много камня спавнится, который мне сейчас очень пригодится. Надо и печку отстроить, и начать строить отель как минимум. У нас соседи отличные вообще. Особенно тот, который на горе живет. А еще мне повезло немножечко поднять скраба. И все шло практически по плану. Давай, 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 давай. Хорош. Так, я могу теперь оружие изучить, наконец-то, и пойти полутать, наверное, лабу. Все, наконец-то у меня шприц изучен. И гаражка. А чуть позже мы с Владовидом побежали фармить дерево. Ну как мы, он фармил, а я прикрывал. И спустя где-то 5 минут плотного фарма лес над нами был полностью исчерпан. Так, сейчас я специальный ящик скрафчу, чтобы дерево туда скидывать. Мы побежали фармить камушки и наткнулись на типов, которые сидели на крыше. А у меня как раз были с собой лестницы. Ты убил его? Хорош. У этого берданка тоже вниз упало. Поищи ее. На своем пути мы фармили абсолютно все камушки. Так как ресурсов нам нужно было реально много. А по приходу домой я заметил то, что наш сосед Рувкемпер тоже не сидит на месте и расширяет свою базу. Я взял с собой лестницу и решил наведаться к нему в гости. О май гад, гуд бейс. О, щит. А как он меня убил-то, я не понимаю. И тут я понял, что это не просто дом. Это дом-ловушка. А еще я увидел то, что там стоят кривые гантрапы, и я в принципе мог бы туда проскочить. Он продолжал бегать и байкить меня на гантрапы, а я продолжал туда спрыгивать и пытаться их разбить. И в один прекрасный момент у меня получилось это сделать. Этот тип явно не ожидал то, что я нахожусь у него в доме. А у меня как раз появилось время разбить его гантрапы. Блин, была бы у меня взрывка, я бы его прям сейчас бахнул. Дом у него ни о чем. Владовед меня покинул, я остался один, и у меня было очень много планов на этот день. И начал я с фарма челиков. Субтитры сделал DimaTorzok. Без кипа воевать это очень классно. Лежать. А еще я решил наладить отношения с некоторыми моими соседями, которые были в принципе адекватные. Слушай, сосед, с ловушкой. Не бойся, я дружелюбный. Короче, там, видишь, большой дом. Я давно уже никого не боюсь. Там, видишь, большой дом. Там живут какие-то турки непонятные. Вот, я вчера дипал. Мы можем их как-то выселить. И еще, вон, видишь, дом на горе стоит. Вон там Руф Кемпер живет. Я просто, ну, ты по мне иногда стрелял, типа, я не особо хочу с тобой стреляться. Мне хватает Руф Кемперов. Слушай, у меня пока, честно говоря, другие планы. Я бегаю, просто кайфую. У меня даже взрывчатки дома никакой нет. Ну, если что-то найдешь, типа, я могу купить у тебя изучение. Мне кажется, настало время мутить отель. Ресурсов у меня достаточно. Вот только дерево еще немного пофармить. А дерево у нас только... Угу. Ну, на том острове, кстати, нормальное дерево. Надо будет мост тут построить. Да уж, чтобы пофармить дерево, мне нужно было плавать на соседний остров. Но хорошо, что у меня была бензопила. И нафармив огромное количество дерева, первым делом я начал отстраивать мост к моему острову. Ведь постоянно плавать, чтобы пофармить, это была потеря времени. Вот и готов мостик. А свой мостик я полностью улучшил, чтобы его не могли разбить бомжарки. И пока я фармил ресурсы на этом острове, я встретил его обитателей. О, 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 о! Пойду-ка я на перераб сгоняю. Ой, Тоха, я переработаю сейчас все твои компоненты. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, Тоха, спасибо, конечно. А еще на аутпосту я встретил того самого соседа, которого я дипал. И он был, мягко говоря, недоволен. Фацан, заткни. Ха-ха-ха-ха. Знаешь, вы главные спонсоры моего вайпа на самом деле. Ты понимаешь, что... Ты понимаешь, что... Ты понимаешь... Какой еще ты даун? У тебя был уже MP5, у тебя уже был Томми, уже у тебя был этот, блядь... И вы просто посмотрите на его шикарную маску. Он настолько сильно обиделся, что решил меня крысить. Но даже так у этой бедолаги ничего не получалось сделать. Я прям знал, что он будет меня крысить. Томик. Томик надо изучать. Хотя я могу... А, я в любом случае его сейчас изучу. Короче, ладно. Ага, найс, изучил Томик. О, а у меня до базуки вообще капля осталась. Я взял с собой лестницу и побежал искать территории, на которую я мог бы запрыгнуть. И наткнулся на один интересный домик, который, скорее всего, только отстраивался. Блин. Ты посмотри. Ну я сейчас потрачу лестницу, а там... Все закрыто. Угу. Чего? Чего? О! 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 Две лестницы! У-у-у! Я до сих пор не понимаю, почему в этом доме было все открыто, но я оттуда своровал неплохо так ресурсов, которые мне точно были нужны, чтобы вынести моих соседей. Ну и, конечно же, чуть позже я вернулся и разбил там шкаф. А еще я был не единственным, кто хотел облутать этот дом. По приходу домой я немного улучшил свой домик и приступил к строительству нашего отеля. Отель я решил отстроить на воде вдоль моста, как в старые добрые времена, но немножечко улучшены. Пойдет. Четыре окна надо скрафтить. О! Ха-ха! Здорово! Че, как зло? Нормально. Я там уже начал строительство, короче. Офигеть, кто-то тут расстроился. Но это еще не все, я тут буду очень много всего доделывать. И пока я строился, возле моего дома постоянно были какие-то замесы, на которые я был просто обязан влиться. Все это время он продолжал сидеть на своей крыше и стрелять по мне, когда я строил отель. И вы просто не представляете, насколько же сильно я хотел его зарейдить. Мне просто нужна была взрывчатка. У него там трап стоит. А это был мой третий противник, который жил тоже возле меня. Короче, меня окружали самые лучшие соседи. После чего я отправился на плотнейший фарм, ведь мне нужно было, во-первых, зарейдить соседей, а во-вторых, достроить отель. И со временем ресурсов у меня стало действительно много. Мне нужно было всего лишь подфармить немного скрапа, чтобы изучить взрывчатку. Ну да, и тут дробь на нас упал, почему бы и нет. Где? Не вижу. На 120 падает, смотрю. Ага, вижу. А начинающий талант Владовед продолжал петь свои песни и заманивать бомжиков в наш будущий отель. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду. Нихуя себе, а можно с вами тут затусить, ребята, бля, у вас такой сексуальный вид здесь, бля. Моего напарника убили, и мне пришлось разбираться с этим дропом самому. После Владовед меня покинул, и я остался один. Мне нужно было очень много скрапа. А неподалеку от меня стоило метро, в которое я мог неплохо пофармиться. Так как онлайн на сервере был огромный, я был не единственным лутателем. И постоянно натыкался на врагов. Намечается халявный стаф. И халявная вагонетка. Бам! Второго убили. Давайте, давайте, чуваки. И наконец-то я смог изучить ракетницу. Соседи, которые жили на скале, пытались меня забайтить и подсылали к моему домику каких-то бомжиков. Но, у меня был гантрап. Ооооо, халява. И пока мои печки плавили серку, чтобы зарейдить соседа, я отстраивал дальше отель. А чуть позже ко мне присоединился секьюрити пончик, и мы уже были вместе готовы фармить на отель. Но он даже и не знал, какой подарок его ждет. Эти есть? Я ничего не сказал. Я специально тебе не сказал. Сразу с пончиком мы отправились лутать в лабораторию, так как там можно было нафармить все, что нужно было для отстройки отеля. Тихо, тут типа, он прям здесь сидит. Я тут не вижу никого. Минус. Еще кто-то шипит возле меня, возле моего ухода. Слы. Тут, куда я вылез. Сумки. Здесь кто-то умер. Уп! Меня убили. В коридоре сумка, и дальше по коридору он там стоит. Ну, я смотрю лестницу и смотрю проем. Он никуда отсюда не уйдет. Он в топ-сете. Он умер. Аккуратно его кент может сейчас. И компонентов у него было просто нереальное количество. Нам оставалось просто как-нибудь отсюда удрать. Я дождался пончика, и мы отправились домой. По приходу домой мы переработались и решили изучить нашу первую взрывчатку. На третий верстак нам не хватало, поэтому изучили бобовку. Все, Настя, челли изучил, короче. После меня ждал очень долгий и увлекательный контент. Плавить ресурсы и крафтить взрывчатку. Пока наши печки работали вовсю, мы снова полутали в лабораторию. Спасибо, я обосрался. Переработали все наши компонентики. Я поднял еще самую малость скраба в казиноче, и мы наконец-то смогли поставить третий верстак. Юль. Наконец-то третий верстак. А третий верстак пройти вообще изи, на самом деле. Ну, как сказать. И вот, накрафтив самую малость бич-пакетов, мы уже были готовы выселять нашего соседа рувкемпера. Пока что он был нашей целью номер один. Пончик, прием! Пора рейдить этого рувкемпера вонючего. Пончик. Прием. Время рейдить. Ой, погода такая отвратительная. Ну, отличная погода, супер. И вот, наконец-то, настал долгожданный момент истины. Выселение рувкемперов. Да не взорвусь. Опять с тебя. Минька, Дим. К нам. Чешо. И тут гаражка. Ну, у нас еще есть речели. Нормально. Блин, там еще гаражка. Ну, ладно, давай хотя бы это продолжаем. О, хорош. Тут лестница волнала тоже. О, берданка. Помпач. И вы не представляете, насколько же много на этот рейд сбежалось бомжей. Я просто устал их убивать. Помню, стреляет. Берданчик. Готово. Дим, дуй. Только чем разбивать сейчас? Казал. О, зажигательный есть. Давай, шкаф. Там композитка сидит. Там же аккуратно. Разбивай. Вылезай. Вылезай, я разобью. Убил его. Убил второго. Ты жив? Да, лоу очень. И, скажем так, ресурсов здесь было нормально. Да и вообще, самое главное было его выселить, чтобы он не мешал строить наш отель. На тот рейд постоянно прибегали какие-то челики, и мы просто не успевали от них отбиваться. Я засейвил все ресурсы и вернулся к тому дому. Они убили меня, затем пончика, и я решил проследить, куда же побежит этот челик. А бежал он в сторону вот этого маленького деревянного домика. А так как у нас был еще порох, мы могли его зарейдить. Наказан. Вот кисай. Вот это их дом? Да. О, повис. Шкаф открыт. Шкаф открыт. О, нифига! Застроить не хочешь? Киянка, срочно. У меня нема. Надо крафтить. Киянка. Сейчас открою, это я ему в харю дам. С композиткой был. Все, найс. Я ту дверь закрыл. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот так, приходили на антирейд, да? Феникс. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Берданочки у них тут. А, ну это тут, походу, то, что они с меня повыбивают. А что, шкафу много? Смотри. Ля-ля. Не-не-не-не-не, смотри, смотри, что там было. Ля какая, 420. Ля. А-а-а. Касали ткани? Ля. У нас оставалось еще немножечко сачелей, которые мы могли потратить на нашего последнего соседа, который нам очень сильно мешал. А шо ты где... А шо это за дом? Это дом типов, которые тоже выбегают вдвоем. Пока, да. Просто хочу от них избавиться. И нормально отстроить отель уже. Вот. Идем дальше. А за этой дверью нас ждал увлекательный контент. Долбежка стенки. Все, как мы любим. Это того сто... Это того стоило, чувак. А где тут? Я нифига не вижу. А где свет? Включите свет. На улице возле нашего рейда кто-то бегал. Я схватил решетку и воткнул ее в проем. Но знаете, в чем подвох? Это была стенка. Чувак, я дебил. Дима, ты че гонишь? Дима, блять. Дим, иди в жопу. Я не буду долбить. Чувак, я думал это дверь, это не дверь, чувак. Дима. Это стенка, чувак. Боже, с кем я играю? Я думал, я днища. Дима, не надо. Дима, Дима, не надо. А ты иди? Дима, иди в жопу. Аааа. Там я все равно умереть надо было. Тупо отстроил клетку для примата. На пончики. Ой, сейчас ты подойдешь к этой решетке забирать. Лут, я тебя так врежу по щам. Ты пришел? Да. О, нифига он тут лежит. Уключили. Так, пончик, я тебе покушать принес. Заключенный пончик, заключенный пончик, на. А это точно съедобно? Да. Весь лут пончик мне передал с помощью ящика. Спальники мы тоже не вырубали. Это была собственная камера для тех типов, которые тут жили. После я бахнул вкусного чая на 200% к дереву. И пошел фармить лес. И наконец-то мы дошли к строительству отеля. А еще я принял решение отстроить башню для привлечения людей, чтобы все видели, что это отель. И спустя где-то 5 часов бесконечного фарма и строительства, я уже мог заселять постояльцев. Я накрафтил записки, поставил везде гостевые пароли и комнаты были уже полностью готовы. Да-да-да, есть. А что только за этот? За камень, да? Ну, сейчас за дерево бы еще поставлю. Нет, просто есть. Скрап, МВК, там мелочь всякая. А сколько МВК, допустим? Или скрапа? Ну, сейчас. И сейчас еще пацаны принесут этот камень. Думаю, в одном же... Ой, ну, хорош. И так, держи. А можно что-то из спальника положить? Да, конечно. Я как раз хотел еще одну дверь поставить. Прямо, наверное, сейчас это и сделаю. Если что, я отстрою тут побольше комнату и можете туда переехать. Я, наверное, ящиков побольше сюда поставлю, потому что... Если вас строят, то, наверное, вам пригодится. Все, окей. Так, все, все спальники тебе отдал. Ну, ладно, придете, соберетесь там, подойдете, скажете. И, как вы понимаете, долго ждать постояльцев не пришлось. Работы в отеле было еще более чем предостаточно. Но для начала я решил открыть квесты. Люди покупали записку с заданиями и получали за это какой-то определенный приз. Опять же, задания были разные, призы были разные, а купить записку можно было за камень или факел. У меня есть все, кроме камня. У меня вот 1800 металла, 900 серы. Ну, просто реально все повыфармливали в ближайшие 5 квадратов. Я кинул зеленку. Это вот мы сроем, я кинь камня занял. А, я понял. Не, 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 не. А, да, да. Сзади, 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 сзади. Там еще этот негатив на квартиру сразу брал. Пробуй. Каждому постояльцу я оставил специальную тыкву с приветствием в их номере. Можно купить камень в топорчик за дерево? Да, конечно. Да, да, да. На, топорик тебя. Кайф, кайф. Может, прожекторы поставлю, но это, блин, надо электричество сейчас повезти. Ну, заходите в третью комнату. Для вас я ее сделал. Пускай будет, короче. Сейчас еще сделаем побольше домиков, потому что я просто не успеваю. Пока что. Там еще квесты будут, но надо, надо как-то это все реализовать сейчас будет. Людей в отеле стало настолько много, что я просто не успевал отстраивать комнаты. Это была какая-то жесть. И каждый из них не просто заселялся в отеле. Они бегали и пытались помочь какими-то различными ресурсами. В общем, движ был лютый. А еще на нас частенько нападали какие-то клановые игроки. И соседи с лобушкой, которых я дипал. Ого, ого, серьезно? Ну, мы с жителями отеля довольно неплохо справлялись со всеми нашими противниками. Как же тут красиво еще и снег идет. Надо закончить все это. Ветряк поставить турели. И будет вообще шик. Вот это сейчас вынесем. Вы просто посмотрите на это чудо. После я везде расставил декор. И вы просто посмотрите, какая красота у нас получилась. Пойдем пофоткаемся, ребят. Да не было. Дай фотик, я вас пофоткаю. Можете за стол сесть. О, давайте за стол теперь сядьте. Типа мафиози, короче. Обсуждаем план. И сюда план постройки надо скинуть. Во. Ха-ха-ха. Хорош. И вы просто посмотрите, сколько же людей мы собрали. Все квесты у меня закупили, но у меня появились новые идейки. И они были абсолютно разными. Пару квестов было для рыбаков, пару для киллеров и пару для собирателей ресурсов. Так, например, за 10 человеческих черепов можно было получить МПшку. За тыковку можно было получить Томпсон. А за акулу Берданку и Пешку. А также можно было отстроить лодочную и получить целый набор для строительства и оружия. Мне кажется, для обычных игроков это был неплохой буст. Наших жителей в обиду мы не давали, поэтому если кого-то убивали, мы убивали его в ответ. И пока я расставлял таблички и наводил красоту, наш отель чуть не дипнули. Я выписал, короче. И наконец-то я везде расставил турельки. Осталось их только подключить. Хорошо, что у меня был электрик пончик, который мог это сделать. А еще я расставил везде красивые играшки. Также у нас появились первые иностранные гости, которые тоже поселились в отеле. И начали выполнять различные квесты. О, найс. А, 10 черепов МП-5, окей, я понял. Сейчас. Данте, take it. Я тут сзади. Данте, Данте, Данте. Take it, notes. Хорошо, спасибо. А что у тебя это? Чиди, можно прям что-нибудь ракету ракетинку купить? Да, вообще без проблем. Я бы на самом деле зарейдил, знаешь, соседа одного. Тут есть один такой назойливый сосед, который мне прям целый вайп мешал. Но я думаю, сейчас оберемся, ракеты скрафтим и бахнем его. Большой дом, видишь? Я знаю, как он устроил, я их дипал. А, который светится? Светится. Да, да, да. Я их дипал, вот их надо пробахать сегодня. Номера в отеле и задания разлетались, как горячие пирожки. Каждый постоялец знал, чем он может заняться. Ведь он за это получал различные призы. А еще у нас появилась первая лодочная, так как один из постояльцев выполнил квест. Я потом сюда кодовые поставлю. Еще пять края дерева. Также второй квест на сбор черепов был выполнен успешно. Вы можете спросить, для чего мне эти черепа? Все просто. Это декорация для отеля. У нас ящик черепов, чувак. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, это реально жестко. Наконец, спустя огромное количество времени я изучил взрывчатку, и мы могли уже пойти зарейдить того злостного соседа. Оставалось всего лишь только все накрафтить. И как только я докрафтил ракеты, я созвал всех жителей Я до сих пор не понимаю, зачем Данте скидывал ракеты в речку И вот наконец-то настало то самое время, время выселения соседа Бум-бум Бум-бум Дерево Бум-бум Бум-бум Дмитрий Думан что это такое я вообще не знаю кто это не оставь оставь пока до маяки сам найс 1000 скрапа чувак он все забрал возможно все бомжики которые тут были наворовали ресурсы и забрали их себе но меня это не волновало главное что мы зарейдили этот дом а еще пока мы бегали домой зашли хозяева дома и пытались его восстановить но тут появились мы 5 хитов я них и меня не хита не дал возможно убили его сейчас поднимут и не вой его убил внутри может быть аккуратно да это донами на этот бомж давай спальник разобьем разбивай и сверху застроен просто все подняли сверху застроена в нашем отеле воссорил мир и покой на нас больше никто не нападал так как было просто некому постепенно мы его увеличивали и добавляли новые комнаты и заселяли новых постояльцев это было действительно весело и интересно все друг с другом поддерживали отношения и помогали на самом деле в этот момент я почувствовал нотки нового раста нового раста для меня а ведь я наиграл практически 14 тысяч часов и поверьте удивить меня в этой игре довольно сложно после всего этого я стоял в своем отеле и наслаждался прекрасным видом некоторым ребятам я дал пароли чтобы они могли подкидывать ресы в шкаф чтобы он не сгнил и вышел с этого сервера а зайдя два дня спустя я увидел это отель был полностью уничтожен также как и мой маленький домик его кто-то зарейдил а рейдили его скорее всего с этой кибиткой а кто нас зарейдил я даже не имел представления забегая далеко вперед хочу вам сказать чтобы вы не расстраивались ведь отель прожил очень долго некоторые постояльцы успели отстроить свои собственные дома и начать свое собственное выживание а еще я уверен что большинство из них получили незабываемые эмоции с этого вайпа а впереди вас ждут песенки от владоведа ссылку на него я кстати тоже оставлю в описании передавайте большой привет и не забывайте на него подписываться я думаю ему будет приятно хочется выпить стаканчик добрый кашаса вкусную взять сигару альма навару 40 сеней мы не знали такого кошмара лето диктует правила класса класса твои цвета не напрягают глаза твое лицо не видел я ни разу ты думал а я умер я летаю даю мне грустно без тебя точно знаю ну а я надеюсь что вам понравилась эта история и вы поставили свою оценку а также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал ваша поддержка для меня сейчас очень важно